Боль Но жажда всё силы, я молю о ней. Я молю, любовь моя, не оставь меня. Я молю, любовь моя, будь желанною, И на исходе дня я прошу тебя. Мой милый ангел, сохрани мою слабость. Слабость слёз моих, плачь моей души, сбереги. Мой ангел, сохрани мою силу. Силу грёз моих и мою любовь, сбереги. Мой ангел, сохрани мою силу. Силу грёз моих и моей любви, нежно сбереги. Красиво. Сидите, сидите. Извините. Светочка, я вам кое-что хотела сказать. Олег, он очень правильный человек, и не падок на других женщин. И если он вам читает стихи, то это не от вожделения, а от воспитания. Понимаете, в чём разница? А я ему скажу, чтобы он этого больше не делал. Умница. Мы с моим мужем очень любим друг друга. Паша. Паша. О, Петрович. Сейчас с Петровичем поговорю. Спасибо, что пришёл, Петрович. Веркуль, а органы порезали. Чур тебя, чушь всякую несёшь. Дело есть. Видишь, Макарчик сидит. Надо, чтоб у тебя он сохранился. На недельку. Ну, чтоб об этом никто не знал. Погило. А ты чё такой красивый? К родам готовился. Макарчик, слушайте дядю, да? Угу. Ничего не бойся. Ясно? Да. Всё. Ивановну предупреди. Паша. Пойдём, мальчик, быстрей. Чао. Победа. Свет, привет. Свет, привет. Давай без лишних вопросов, у меня Вера пропала. В смысле пропала? С вчерашнего дня нет с ней связи. Подъедь к ней, пожалуйста, когда сможешь. Только сегодня, ладно? Хорошо, конечно, конечно подъеду. Ты, главное, не волнуйся, Свет. Давай увидимся, и я, может, в Москву к тебе приеду. Погуляем. Так давно не виделись, соскучился к тебе. Нет, 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 не могу, Вить. Учёбы много, но всё, пока. Подожди, я люблю тебя. Да. Что? Да, алло. Рита, у нас проблемы. Какие проблемы? Игнатова рожает. Преждевременные роды. Ты что, как рожает? Подожди, я её вчера на дачу к себе отвезла и… Я не знаю, какая там дача, она сейчас в родовом зале с травмами. Дай Бог, чтоб с ребёнком всё было нормально. Короче, я туда. Ты моя жароптица. Значит так, папаша, стоять будешь возле роженицы, поддерживать её? Да, буду, да. Ну, так, ты же не пацан вроде бы. Что, первенец? Первенец. А мальчонка, которого кормил в столовке? То жены. Ну, а где же он делся? А я соседа вызвал, чтоб за ним присмотрел. А, соседи – это хорошо. С соседями надо жить дружно. Видишь, пригодились. Ты к крови как относишься? К крови нормально. Это хорошо. Только так, чтоб не звука… Добрый день. Хорошо? Здравствуйте. Не звука. Роды будет принимать профессор Азимин. Он всегда приезжает в трудных случаях. А ну, погоди. Ты мне скажи, сестричка, а у нас что, сложный случай? Да плоховато, плоховато. У жены твоей травмы, понимаешь? А это всегда очень сложно. Идём, идём, папаша. Что ж получается, Олег Борисович? Я свои обязательства выполнил, госзаказ на детские сады вам передал, а вы и репейтесь. Андрей Павлович, не надо. У меня было одно единственное условие. Пансионат должен быть оплачен сразу, а не по частям. Что за речь? Вчера в мэрии толкнули про палатки, что их надо сносить на привокзальной площади. Какое это отношение имеет к договору? Как какое? Самое прямое. Вообще-то, это мои палатки. Да? Да. Не знал, признаться. Ну, хотя, знаете, если бы и знал, Андрей Павлович, вокзал, это ж памятник архитектуры, ему сто лет почти. А его уродуют убогие палатки. Олег Борисович, чтобы построить новые палатки, не убогие, как вы выражаетесь. Опять-таки, нужны денежки, а вы требуете за пансионат. Считаю наш разговор законченным. Внесите необходимые коррективы в договор, и теперь я жду вас у себя в офисе завтра. Олег Борисович, одну секундочку. Мне тут в руки совершенно случайно попался один диск, интереснейший. Да вы знаете, я не интересуюсь. Да нет, нет, вы посмотрите. Я уверен, вам понравится. Знаете, я отдал большие деньги, чтобы эта запись не оказалась в интернете. Посмотрите, я подожду вас внизу. И так далее. И так далее. Я купил вас. К вашей сделке это отношение не имеет. Завтра десять у меня. Проводили. Андрей Павлович, а не пора с Паниным кончать? Да пора, пора, сам знаю, раньше колебался, теперь откладывать дальше некуда. Да, Андрей Павлович, я готов. Ладно, я решу, когда. Еще, 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 моя хорошая, еще, еще. Еще раз, Андрей, еще, давай, давай. Надувай животик, тужимся. Тужимся, тужимся, моя хорошая. Еще, 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 молодец. Значит, зовут вас голубка? Еще немножечко, а? Все, отдыхаем. Вера Игнатова. Да. А у нас появилась новая пациентка Игнатова, не ваша сестра? Господи, какая сестра? Моя сестра маленькая, еще и рано к вам. Доктор, такое ляпнет что? Ни уму, ни разу. Паш, ну что ты говоришь такое? Ему сейчас все можно. Начинается схватка, надула, надула, Вера, животик, молодец. Еще, еще, отдышим, еще, отдышим, дышим, 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 Верочка. Но, Паша, не дышим, а тужимся. Отдыхаем. Ну вот, Сергеевна, дайте срочно на штыря. Папаша, помогайте. Дыши, дыши. Ассистируйте прекрасно. Ну, все нормально? Все нормально. Что там? А вы меня слышите, Вера Игнатова? Да. Ты слышишь доктора? Слышишь? Слышишь? Слышишь. И все будет превосходно. Все идет прекрасно и будет все превосходит. И муж, у вас прелесть. И скоро вы сможете увидеть своего младенца и прижать его к своей груди. Слышь, что доктор сказал? Скоро малыша увидим и сможем его к груди прижать. Понимаешь? К груди. Верочка, начинается схватка. Давай, еще, вера. Вера, еще. Давай, еще, 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 моя хорошая. Верочка, давай. Мы вас поздравляем, у вас поздравляем. О, вот так вот! Прекрасно! Молодец! Папаша, а теперь давайте, перережьте поповину. Папаша, держите ножницы. Смилее, папаша. Верочка, я вас поздравляю. Вы умничка. Здорово, Петрович! Чуть твою напугал. Вер! Вер! А ты, это, чего тут шествуешь, как у себя дома? Вера! Вера, где? Зачем? Света позвонила, говорит, не может с ней на связь выйти. Волнуется. А чего волнуваться? Не надо волнуваться. Петрович, ты чего глаза прячешь? Что-то знаешь? Слышишь, Шерлок, все, Лукомыч, а я почем знаю? Все, вали отсюда. А Светка скажи, чтоб не волнувалась, а то голос пропадет. Петрович, да я скажу, ты… Иди давай, давай, иди, давай. Иди, давай. Пускай Свету наберёд. Хорошо? Давай, давай, давай. Передай обязательно. Ага. Казака на тебя нет. Чего Витька приходил? Интересовался, где Верка? А она ему зачем? Ну, говорит, Светка не может дозвониться, волнуется. И ты чего сказал? Ну, какое сказал? Казак же запретил говорить. А вдруг Витька засланный казачок от бандюк? Кто? Витька? Да. Господи. Чего за жизнь пошла, а? Ну, никому верить нельзя, а? Ну, 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 не боись, голуба. Я уже свою британку зарядил. Я защитю вас с Макаркой. Ага. Если будешь трезвый. У меня в любом состоянии глаз алмаз. Свежее дыхание, мать. Иди уже, рубака. Ух! Привет. Почему так поздно? Ах! Где Свята? Спит. Ужин я могу тебе сама разогреть. А то приучила она тебя. Причем, знаешь, ты нарочно, чтоб побыть с тобой наедине подольше. Нет. Что нет? Ничего. Очень задержательная беседа. Олег, что случилось? Случилось. Что? Что? Это я у тебя спрашиваю. Теперь я тебя спрашиваю. Какой-то ты, мягко говоря, странный. Не хочешь извиниться? А ты? Я? Иди спать. Утром поговорим. На свежую голову. Что? Что значит, иди спать? Пойдем. Я буду спать в гостиной и на диване. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я все знаю. Как ты узнал? Это что-то изменит? Послушай, я не хочу оправдываться. И не надо. Но это не значит, что я не виновата. Олег, я очень тебя люблю. Я очень люблю. Тебя. Это случилось всего один раз. Ты слышишь, всего один раз. Я не знаю, как это произошло. Вернее, я знаю, как это произошло. Я думала, что у тебя кто-то есть. Ты же говорила, что не будешь оправдываться. Потому что я считаю, что оправдываться уже поздно. Знаешь, Лар, не бывает поздно. Бывает уже безразлично. Безразлично. Знаешь, Паня, лучше бы ты меня ударила. Лара, Ларочка. Алло. Алло. Лара, Ларочка. Олег все узнал. Подожди, откуда? Не знаю. Он не говорит. Ты приедешь? Да, конечно. Я жду тебя. Кто звонил? У меня срочный вызов. Одевайся. Какой срочный вызов, Гриш? Ты же не семейный врач и не наскоро работаешь. Гриша! Я сказал, одевайся. Я сказал, одевайся. Это она? Поменяй. Света. Вы? А Лариса где? Ла-ри-са. Что такое любовь, Света, для вас? Любовь? Я не знаю. Но мне кажется, что любовь – это когда, как у Вишневского. Когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени года. Когда хочешь убегать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень. А летом собирать ягоды и купаться в реке. А осенью варить варенье и заклеивать окна от холода. А зимой? А зимой? Помогать переживать насморк и другие вечера. Только главное, чтобы вместе. Угу. Идите спать, Светочка. И простите меня. Она изменила мне. Олег Борисович, я обманула вас. Олег Борисович, я обманула вас. Останови, пожалуйста, машину. Борис. Езжай домой, я пройдусь. Лариса, погоди. Лариса, остановись. Послушай, Лара! Лара! Лариса, ты ни в чем не виновата! А кто виноват? Кто виноват? Никто не виноват. Ты слышишь, что ты говоришь? И как последняя девка с первым встречным переспала. А ты говоришь, что я не виновата, он меня не простит, понимаешь? Успокойся. Успокойся. Во-первых, я не первый встречный. А кто ты? Успокойся. Я человек, который тебя любил всю жизнь и любит. Слышишь? Всю жизнь и поэтому заставил меня делать аборт. Олег бы меня никогда не заставил. Лариса, я никогда себе этого не прощу. Боже мой, какой я был дурак десять лет без тебя. Мы были бы сейчас вместе. Я бы любил бы тебя. Слышь, я люблю тебя, слышишь? Я ненавижу тебя. Ты меня всего лишил. Да это даже к лучшему. Да что к лучшему? Он же мне ребенка не отдаст! Отдаст, отдаст. Ему не нужен будет чужой ребенок. Успокойся, слышишь? Успокойся! Он мой твой! Твой и мой! Что ты такое говоришь? Прости, я воспользовался служебным положением. Подло. Но у меня есть одно оправдание. Я тебя очень люблю. Отвези меня, пожалуйста, домой. Домой к тебе или ко мне? Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Танюш, мы тебя ждем. Девчонки, я к вам потом зайду. Я Татьяна, а ты Вера, да? Угу. Вера, слушай, правда, что ты собираешься своего пацана в роддоме оставить? Уходите. Пожалуйста. Слушай, я-то, конечно, уйду. А вот пациента твоего больше кормить не буду. А вы его кормите? Кормлю. Он больше моей дочки ест. Сегодня все меня выслал до дна. Слушай, а смешной какой? Вера, может, посмотришь на него хоть разочек, а? Давай. Не понимаю тебя. Вот так пятнадцать лет помочилась бы, как я, тогда бы поняла, что такое ребенок. Как трубы мне продували, потом гормоны пичкали. А муж все требовал, ребенка хочу. А сам по бабам бегал, говорил, стресс снимает. Ну вот, дочка есть, а его след простыл. Ты знаешь, если б он меня одну не оставил, я б твоего пацана с собой взяла бы. Усыновила бы. Уходите. Да не гони ты меня, но усыновят твою мальчишку. Хорошо, если добрые люди, а если нет, бить будут орать. А он горимочный, зароется подушкой со слезами и будет думать, зачем он на этот свет родился, а? Вера. Ладно. Пацаненка твоего, пока я здесь, кормить буду. Не переживай, мамаша. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Вить, ну наконец-то, ну что? Алло, Светка, привет. Слушай, я вчера, прости, что не позвонил, потому что я был занят, я проводил расследование. Что ты такое говоришь? Какое расследование, Вить? В общем, Петрович и Валентина Ивановна сказали, что не знают, где Вера. Тогда я поехал, проследил за Горяевой и вышел на Веру. Вить, ну давай короче, ну что с моей сестрой? Уже все хорошо, у тебя родился племянник. Подожди, как родился племянник, Вить? Вить, так значит, с Верой что-то случилось, ты можешь за мной приехать? Куда, в Москву? Да в какую Москву? К Панинам. Каким Панинам? Подожди, Света, ты о чем? Причем тут Панины? Да потому что я беременная, Витя. Как? Свет, как ты беременная Светка? Светка. Да, Сереж. Андрей Павлович, я на точке. И че? Машина в гараже, сам он дома. Ну и? Сейчас я ему позвоню, скажу, что вы к нему выезжаете. Ну смотри, только так, быстро страстно, что он ничего не заподозрил. Угу. Олег Борисович, Олег Борисович. Доброе утро. Здравствуйте. Что случилось? Мне нужно в больнице, там Вера родила, она в клинике сейчас. Я побегу, хорошо? Подождите, вы же говорили через месяц. Да, с ним, наверное, что-то случилось, у него по-прежнему телефон не отвечает. Я побегу, хорошо? Стойте, стойте, куда вы побежите? Я вас отвезу, садитесь, только быстрее, у меня встреча. Можно, да? Не успокойтесь. Спасибо. Как же вы с сестрой любите друг друга, просто удивительно. Она всю жизнь жила ради меня, я не могу быть неблагодарной. И кроме нее у меня никого нет. Свет, к нашему вчерашнему разговору. Деньги я вам, конечно, дам. Как вы собираетесь их передавать? Ну, как? Перейду, отдам, скажу, чтоб разорвали контракт и все. А если заказчики вернее согласятся? Кто они вообще такие, эти заказчики? Ну? Ну, что вы молчите? Простите, ради Бога, но я не могу вам сказать. Я пообещала одному человеку. Вите. Нет, Светочка, до тех пор, пока я сам во всем до конца не разберусь, я вам денег в руки не дам. Вы меня простите. Да, но в таком случае Веру выпишут, ребенка отберут и зарегистрируют. И все. Да, вам с такой суммой могут просто дать по голове или вышвырнуть из квартиры. Понимаете? Это дело очень серьезно. Что он делает? Все. Света! Ну вот, Андрюшенко, смотри, чудо цивилизации. Лехе Кулуна пять лет нет, а ребенок у него есть, только родился. Ну и где все это снято? У нас? За границей. Что же я, сумасшедшая, что ли, здесь рожать? По интернету перегнали. Мне кажется, или ты не рад? Ты знаешь, Ритуль, я рад. Я рад, как никто. Ну и как честный человек, естественно, я обязан помочь сыну безвременно ушедшего кореша вырасти и стать на ноги. Получишь двести штук, как с куста. Ну что ты, что ты, я не прошу, Сыч. Я требую. Ну если вспомнить о том, что у вас было фифти-фифти с Лехой. Ну правильно, было фифти-фифти. И тогда его доля стоила двести тысяч. Правильно. А сейчас за пять лет, ой, как набежала. Да? Ой, как набежала. Ну и как набежала? Миллион евро. Миллион евро? А не много тебе миллион? Да нет, вообще-то. В самый раз. В братве я тогда пошла с письмом деду Вова. Подожди, подожди. Королева Марго, все будет, как ты хочешь. Мы с тобой компаньевны. Пошли позавтракаем. Ну, ладно. Пойдем. Давно мы с тобой не сидели. А Сережа придет? Да. Доброе утро, Крисаяц. Я бегу на работу. Я тебя люблю. Не скучай. Я тебя люблю. Не скучай. Ну... Немного��а. Я тебя люблю. Ты напрягаюсь. Не сам吃ал. Продолжение следует... 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 Ух-х-х! Голосок подал? Подал. Наверное, о папке задумался. Зачем ты пришёл? Чтоб дитё наше забрать, чтобы ты его в плохие руки и не отдала. Паш, уходи. Я сейчас закричу. А если закричуешь, сына нашего разбудешь. Да что ты всё заладил? Сына, сына нашего, сына. Дурак. Тебе же говорят, что это не твой ребёнок. Да слышал я это уже сто раз, что это не мой ребёнок. А че я? Твой, что ли? И не мой. Ты че, Ронька? Ты оришь? Знай меру. Я не вру, Паш. Я не вру, Паш. Эх, Веронька. Сколько можно души свою в клочья рвать? Ты когда всё это задумала? Давно ли вот на Медне? Паш, у меня уже сил нет оправдываться. Хочешь – верь, хочешь – нет. А че же он на меня тогда похож? И волосы тёмные. И нос такой же. Совпадение. Знаешь, а я грешным делом думал, что ты так себя ведёшь, чтоб я Макарку признал. А я ведь Макарку признал. Да не надо. Ни мне это, ни Макарке. Хотя Макар – твой сын, Паш. А не веришь? Можем экспертизу сделать на ДНК. Да. Какая ты моя экспертиза? Кому она нужна? Знаешь, когда Макарка меня папкой назвал, вдруг всё стало на свои места. Да всё равно – моей, не моей. Родишь футбольную команду – всех приму. Пей Бог. Эх, Верка, Верка. Люблю тебя, Верка. Вер, скажи мне, а может, ты меня просто разлюбила? Разлюбила. Разлюбила. Как будто это так просто сделать. Как приколдовал ты меня, казак. Как приколдовал. Чистос. А,Конечно. Макарчик, держи. Давай, мне красиво. Ну чего, сестрёнка, только тебе могу Павловушку доверить. Аккуратно с ним. Смотри, чтоб не срыгнул. Поняла? Хороший. Диэт. Ну чего? Кольца не потерял? Нет, вот. Вы меня уже пятый раз спрашиваете, дядя Паша. Ну, какой тебе дядя Паша? Держи. Какой? Извини, пап. Давай пятый. Молочага, казак. Казаки! Мы! Ну, где вы там? У нас лимит по времени на каждую пару. Идем. Ну что, птаха моя долгожданная, полетим в новую жизнь, а? Полетим? Полетели? Пойдем. Уважаемые жених и невеста, приглашаем вас в зал торжественной регистрации. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в этот торжественный день на регистрации брака двух близких вам людей. Уважаемая жених и невеста, существует легенда, что у каждого из нас на земле есть вторая половина. Но далеко не всем суждено найти ее. Как трудно в нашем сложном и огромном мире встретить человека, который будет любить и ценить. Привет. Принимать все твои недостатки и восхищаться достоинствами. Какими судьбами? Зашел, поздравить от мэрии и от себя, лично. Люди, объединенные в единое, большой любовью. Что может быть прекраснее? Судьба подарила вам счастье... Молодцы, что все-таки женятся. А вы ведь могли разминуться и заблудиться в меридианах времени. Но случайный взгляд... Я смотрю, и малыш с вами. Да. Он теперь Павел Казак. И Макар тоже. Казачьего времени прибыло. Скорее, его пропало бесследно, но Вера с Пашей все равно волнуется. Вдруг появится. Пусть не волнуется. Не поняла? Не появится. Что? Это все ты, да? Где ты пропадал? Страдал. Половися. Думал, что по Ларисе вы преодолеете вместе, и, взявшись в руки, пойдете в светлое, настоящее и в будущее. Казак Павел Макарович, что вы хотите сказать своей избраннице? Я хочу сказать ей, я люблю эту женщину, и прошу твои руки. И я тоже. Не понял. Это ты чьи руки просишь? Моей верки? Нет, нет, я прошу прощения. Я прошу руки Светы. Вечный ты в своих ревностях. Я прошу прощения, было, прошло, уехала, и жизнь и любовь на части. Снова мило, как осенью, только словами зыбкими. Не говори, что слюбится, не говори, что стерпится. Счастье идет по улице, счастье оно не делится. Не говори, что слюбится, не говори, что стерпится. Счастье идет по улице, счастье оно не делится. Не отпускают мокрые в черном асфальте улицы. Не отпускают мокрые буквы, афиш и хмурятся мелом и даже красками. Перечеркни события, грустно просто сказкою. Были, наверное, ты и я. Не говори, что слюбится, не говори, что стерпится. Счастье идет по улице, счастье оно не делится. Не говори, что слюбится, не повторяй, что стерпится. Счастье идет по улице. Счастье идет по улице. Счастье идет по улице. Счастье идет по улице. Продолжение следует...